Армейские международные игры открылись сегодня в Подмосковном парке Патриот. В состязаниях участвуют более 120 команд из 19 стран. На открытии игр работает наш корреспондент Юлия Шустрова. И сейчас она выходит на прямую связь со студией. Юля, здравствуй! Что там уже произошло? И можно ли сказать, что эти игры будут отличать какое-то грандиозное зрелище, захватывающее? Ну, грандиозное и захватывающее зрелище будет происходить, скажем так, точечно на разных полигонах России. Их несколько десятков и плюс еще три акватории. Более того, в этом году армейские игры охватили не только нашу страну, но еще и полигоны Казахстана. Часть соревнований проведет Министерство обороны этой страны. Конкретно сейчас мы ожидаем старта самого зрелищного, пожалуй, соревнования. Это танковый биатлон. На старте четыре команды. И всего их участвует в этом соревновании 17. Это больше, чем в прошлом году. Ну и теперь про общий, скажем так, зачет. 121 команда из 19 стран в этом году принимает участие. В прошлом году эта цифра была меньше на две страны. И почти в два раза было меньше количество команд. 57 их было. То есть это означает, что стран стало больше ненамного, зато вот в большем количестве соревнований они примут участие. Соревнований также несколько десятков. Они проходят на воде, в воздухе, на суше. Соревнуются практически все рода войск, ну от танкистов до поваров. Даже соревнования полевой кухни есть. Церемония открытия в этом году прошла не так, как в прошлом. В прошлом году все торжественные мероприятия проходили здесь, на полигоне Алабина. В этом году торжественную часть и непосредственно соревнования разделили на два потока, скажем так. Сама торжественная часть проходила в парке «Патриот». Там воздвигли сцену, там же торжественным маршем проходили команды. И там же поприветствовал участников министр обороны России Сергей Шойгу. Отрадно, что люди с оружием в руках встречаются, как товарищи. А грозные боевые машины служат средством спортивной борьбы. 121 команда из 19 стран мира продемонстрирует уровень своей подготовки и возможностей техники. Умение слаженно действовать в сложных условиях. Расширилась и география состязаний. Конкурсы пройдут на территории Российской Федерации и Казахстана, во которых Каспийского и Черного морей. После окончания торжественной части участники и зрители выдвинулись сюда уже, на полигон Алабина, где, как уже сказала, мы сейчас ожидаем первых стартов танкового биатлона. В этом году пришлось разбивать на дни все это еще сложнее, чем в прошлом, поскольку количество участников в этом году стало больше. Например, впервые в танковом биатлоне, можно сказать, дебютирует Азербайджан. Ну, посмотрим, как они справятся с уже бывалыми командами. Я напомню, фаворитом во всех испытаниях в прошлом году стала Россия. Кстати, в этом году наши спортсмены, военнослушащие, скажем так, отличились. В отличие от всех стран, которые были в военной форме своих государств, наши участники вышли в своеобразных спортивных костюмах, черных, с зеленой отделкой. Ну, такой, можно сказать, небольшой плагиат на, наверное, олимпийскую форму. Правда, не парадную, а спортивную. Больше это на спортивные костюмы было похоже. Возможно, таким образом, вот какую-то вот немилитаристичность свою, а именно спортивность, ребята, хотели подчеркнуть. Ну, и что касается танкового биатлона, как я уже сказала, сегодня стартуют 4 команды. В последующие дни также будут заезды разных команд. И в конце, уже 13-го числа, когда будет закрытие, определится победитель в этом виде. Как всегда, здесь будут наблюдаться самые-таки жаркие баталии, потому что именно этот вид спорта, именно с него и начинались армейские игры. Коллеги. Ну, красивая девушка на фоне военной техники, уже саму по себе зрелище, захватывающее зрелище. Я сейчас смотрела на тебя и все ждала, когда там бабахнет. Во сколько начало? Вообще, танки должны были стартовать уже в 11.30, но, видимо, ждут какого-то уже сигнала. Хотя все участники, вы можете сейчас посмотреть, они уже находятся и на стартах. Мы сейчас покажем их. И также танки стоят на огневых рубежах. То есть, вот так по кругу, ну, в принципе, традиционная дистанция, как это было и в предыдущие несколько лет. В прошлом году, я напомню, ее немного усложнили, но все же основной круг остался неизменным. Так вот, танки уже стоят и на огневых рубежах, и готовы к старту другие участники эстафеты на самом, вот, скажем так, на стартовой линии. Пока еще идут показательные выступления летчиков. Кстати, за штурвалом сейчас девушки, спортсменки и красавицы, как сказали. Ну и последняя, наверное, такая интересная деталька. Танки, как вы видите, очень яркие. Это традиционно для танкового биатлона. Они желтые, зеленые, розовые. Ну, чтобы их легко могли зрители различать на поле, так вот, чтобы такую красоту, такой, можно сказать, марафет навести, понадобилась целая тонна разноцветной краски. Коллеги. Спасибо, Юлия. На прямой связи со студией была наша корреспондент Юлия Шустре.